На левом берегу Малой Печоры, в 40 километрах от Наринмара и в 120 километрах от устья реки, расположена деревня Андик. По сохранившимся в архиве документам, село образовалось в 17 веке. А вот достоверного источника о происхождении названия поселения не существует. Есть только легенда. Какая, расскажет Елена Семеновичева. Общепринятой версии происхождения названия Андик не существует. По легенде, первый житель случайно заехал в Шарок, так называли речку, разделяющую деревню, и был поражен обилием рыбы в ней. Узявленный, он воскликнул «Андели осподни». Слово «Андель» – «Ангел» – трансформировалось в «Андик». Подтверждением данного предания косвенно может служить всем известный факт – рыбу в Шарке ловили сетями весной еще в 50-е годы. В старые времена основным источником хозяйственной воды служила река Шарок. На стирку, баню и другие нужды, иногда даже на питье, люди брали воду из Шарка. Здесь они чистили бочки из-под рыбы, замачивали одежду типа фуфаях, а весной девушки чистили медную посуду. В связи с этим появились забавные случаи. Иногда, очищая бочку, они в нее залезали и катались по реке. Маленьких уносило течение. В связи с этим у старожил появилась поговорка «Клашку в балашке унесло». В деревне Андик издавна проживали жители с фамилией Хабаровы. Скорее всего, это фамилия землепроходцев из Великого Устюга, которые шли встреч солнцу в поисках новых земель. Останавливались в Пустозерске, оставались и расселялись вдоль Печоры. По переписи 1850 года в деревне проживало 10 семей Хабаровых. В 1918 году – 107 жителей. Сегодня таких семей осталось всего 5. Среди них старожилы деревни Марии Антоновны и Николай Александрович Хабаровы. От них предков в Андике осталось старинное строение 1881 года. Одна семья жила раньше, а потом раскулачение встало. Вот и отца попросили это. Ему Кузький писатель подсказал, что вы разделитесь. Каждую перекрыли по одной комнате, на каждой семье три брата жили. У вас получится как по корову, по лошади, вот и раскулачивается. Еще одно старинное здание, сохранившееся до наших дней – Андикская Троицкая церковь, построенная в 1893 году на средства местного богача Хабарова Евдокима Васильевича. Сейчас здание бывшей церкви принадлежит Андикскому сельскому совету. Вся история деревни собрана в общественном музее. О жизни деревни в военные годы можно узнать из обелиска погибшим землякам. Его установили в 1980 году ко Дню Победы. Автор памятника – Дебиков Леонид Павлович, учитель труда. В мае 1980 года в старой части деревни был установлен обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На фронт из Андига ушло 45 человек, не вернулось домой – 31. Андикчане воевали на Карельском, Ленинградском, Волховском, Прибалтийском и Украинском фронтах. Победу ковали и в тылу. 18 человек в Андиге награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Историю Андига его жители бережно хранят и за пределами поселения. В 1989 году в Наринмаре было создано землячество деревни Андик. Это было первое официальное объединение односельчан в Ненинском округе. Продолжение следует...